здравствуйте мы рады приветствовать вас на нашем канале и сегодня мы будем говорить о криптовалютах еще пару лет назад правительство всех стран мира говорила в один голос что никто и никогда не признает криптовалюту как валюту для расчета между субъектами так-то курс ее фундаментально ничем не подкреплен а расчеты такой валюты используют криминальных структурах но что-то пошло не так и криптовалюту пришлось признать всем странам мира даже тем котировки которых торгуются на американской бирже почему так произошло и почему американское правительство отказала такому айти гиганту как фейсбук и телеграм создание своей криптовалюты сейчас мы попробуем разобраться в этом в качестве примера мы берем самый популярный на сегодняшний день криптовалюту биткоин когда спрос на черном рынке на биткоин начал набирать обороты и теневой оборот начал исчисляться миллиарда бит долларов что не смогло предвидеть ни одно правительство ведущих стран мира курс биткоин к доллару сша прибавлял иногда по 100 процентов в день и достиг отметки 20 тысяч долларов за один биткоин тогда правительство сша потребовалось быстро вмешаться и признать криптовалюту с последующим выведение котировок на американскую биржу для того чтобы не подорвать доверие к доллару и контролировать курс и все совершаемые платежи криптовалюты в мире после признания курс криптовалют откатился назад по отношению к доллару сша и уже несколько лет торгуется без каких-либо резких колебаний если бы правительство сша тогда не вмешалось и не признала криптовалюты курс биткоин на сегодняшний день мог превысить 100 или 200 тысяч долларов за один биткоин а теневой оборот криптовалют измерялся бы уже триллионами долларов сша но увы все что под контролем властей быстро теряет интересные рынки и спрос на такую продукцию падает и именно сейчас мы это наблюдаем с криптовалютами поэтому ждать какой-то волатильности на рынке криптовалют не стоит все это в прошлом практически все мы слышали о запуске криптовалюты от фейсбук но правительство сша сразу дало понять что этого проекта не будет почему айти-гигант фейсбук насчитывает более 2 миллиардов пользователей и создание своей криптовалюты может вытеснить доллар сша как валюта номер один на мировой арене используемую для расчетов что угрожает национальным интересам сша поэтому скорее фейсбук прекратить свое существование чем будет выпущена их валюта если конечно же эта валюта не будет полностью контролироваться правительством сша что маловероятно зачем правительству еще одна головная боль когда есть уже bitcoin такая же участь постигла telegram аудитория этой компании меньше чем фейсбук но быстро разрастается и пойти по пути bitcoin эти компании не могут сначала создать без регулятора криптовалюту а потом когда валюта станет популярны правительство признает и узаконит их валюту так как могут лишиться основного эти бизнеса еще на стадии создания криптовалюты а вот мы можем мы создаем на основе блокчейн свою криптовалюту под названием бутриган стоимость которая будет подкреплена фундаментально денежными средствами инвесторов которыми управляет наши компании на валютном и фондовом рынках так как наши компании работают практически со всеми странами мира а число наших инвесторов постоянно увеличивается наша криптовалюта может достичь отметки в 50 тысяч долларов и выше за один бутриган прежде чем попадет под действие регулятора но даже под действием регулятора наша криптовалюта будет иметь фундаментальный потенциал для роста из-за увеличения денежной массы переданы инвесторами в потенциальное управление нашим компаниям мы опубликуем более подробную информацию о своей криптовалюте позже где не каждый но многие смогут ее купить количество продаваемых валюты будет ограничено а те у кого будет возможность купить нашу криптовалюту смогут преувеличить свои инвестиции не на одну сотню процентов за короткий промежуток времени спасибо за внимание с вами была компания по управлению активами на валютном и фондовом рынке батриган трейд